В этом году выборы пройдут с учетом поправок в закон о выборах в органы местного самоуправления, внесенных парламентом 3 февраля. В частности, речь идет об изменении процедуры голосования. Ранее избиратели вычеркивали имена кандидатов и оставляли фамилию того, кому отдают свой голос. Новая процедура будет аналогична той, которая принята на парламентских и президентских выборах. Избиратель будет ставить галочку рядом с фамилией кандидата, которому отдает свой голос. Кроме того, графы против всех на выборах в органы местного самоуправления не было и не будет. Сухумская избирательная комиссия продолжает регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов депутаты городского собрания. Раньше городских депутатов было 26. Нынешний состав депутатов городских приняли решение о сокращении количества депутатов. Депутатов их сейчас будет 19. Соответственно, избирательная комиссия нам пришлось поменять границы округов и участков. Мы сделали примерно более равную схему, чем раньше была. Где-то по 2000 человек принимают участие в выборах на каждом участке. Было внесено через парламент изменение о том, что избирательная комиссия стала отдельным юридическим лицом, потому что в бюджете города все, что бюджет тратит, это у них запланировано. Статей не было в городском бюджете, поэтому избирательную комиссию выделили отдельной структурой, отдельным юридическим лицом. Сейчас мы занимаемся этими документами и мы уже в соответствии с законом будем выплачивать то, что должны, то, что предоставил нам город. На сегодняшний день здесь зарегистрировано 26 инициативных групп. Кандидатами в депутаты выдвигаются в основном мужчины, но есть и две женщины. Работают они в разных сферах. Есть архитектор, чиновник, стоматолог, предприниматель, инженер и юрист. Самый старший кандидат 1968 года рождения. Самый молодой 1996. Есть еще и один действующий депутат, который будет выдвигать свою кандидатуру повторно. Выборы должны пройти одним. Или могут не состояться, если не будет явка, но второго тура не будет. Или же будут повторные, ну, если не состоятся, повторные выборы. А так, простое большинство побеждает. Из-за пандемии постоянно выборы переносились. Это у нас периодически происходит. И вот сейчас, надеюсь, тоже эпидемиологическая обстановка будет нормальная. Ничего не произойдет и выборы пройдут. Если, не дай бог, будет ухудшение, может, будет принято руководством страны решение о переносе выборов еще раз. Заявки мы принимаем до 22 марта. Со 2 марта начали до 22 марта. Выдвижение кандидатов в депутаты собрания начинается за 40 дней и заканчивается за 20 до выборов. Избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу. Ни одно избирательное объединение пока не зарегистрировано, отметил Рис Магадинджел. А вот и информация по некоторым районам республики. В Гагарском районе 25 избирательных округов. На сегодняшний день здесь зарегистрировались 10 инициативных групп. В Гудаутском на 29 избиркомах уже зарегистрировались 30 инициативных групп. В Сухумском районе в 15 избирательных округах 28 инициативных групп. В Гулрыбшском на 10 избирательных округов 11 инициативных групп. В Очимчирском 32 округа и пока 31 инициативная группа. В Туарчалском 15 избирательных округов и три инициативные группы. Выборы в органы местного самоуправления Абхазии состоятся 11 апреля.